Политики Ксения Собчак и Дмитрий Гудков рассказали о партии «Перемен». Такое название с 23 июня, когда состоится ее съезд, получит партия «Гражданская инициатива». Сегодня Собчак и Гудков сообщили о своих краткосрочных и долгосрочных планах. Давайте послушаем. Нам пока не буду торопиться. Наша главная цель – это вхождение партии в Государственную Думу. Эти выборы состоятся через три года. Поэтому, на мой взгляд, лучше это делать, скажем так, целенаправленно, выстраивая правильный фундамент. У нас впереди долгий путь в три года. Сегодня Дума, что обсуждает? Как бороться с Матильдой? Или за какие там места трогать женщин? Вот они, что обсуждают. А если там будет наша фракция, то мы будем совершенно другие вещи. Вот эти вещи мы будем обсуждать. Мы будем обсуждать коррупцию, мы будем обсуждать отсутствие выборов, отсутствие независимых судов. Мы будем все актуальные проблемы там обсуждать. И это будет главная информационная повестка. Поэтому противодействие будет в любом случае. Вне зависимости от каких-либо там контактов, отношений, они будут сто процентов. Но мы к этому готовы, мы будем действовать через интернет. Да, есть давление, наверное, на сконсоров, но все равно, тем не менее, есть фандрайзинг. Есть возможность, есть люди, которые вне зависимости от этого давления готовы будут помогать. Да, пусть это будут скромные пока какие-то деньги, но тем не менее, мы потихонечку будем двигаться. О перспективах партии «Перемен» поговорим с политологом, руководителем программы «Российская внутренняя политика» и политические институты Московского центра «Карнеги» Андреем Колесниковым. Здравствуйте, Андрей Владимирович, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте, слышу. Ну, планы, судя по всему, амбициозные. В частности, Гудков и Собчак хотят привести новую партию в Думу. Есть ли шансы, как вам кажется? Шансы очень небольшие, несмотря на то, что при правильном позиционировании, не политическом позиционировании, а дворцовом позиционировании, они могут быть поддержаны Кремлем. Я не знаю, что будет тогда работать Кириенко или не будет. И попытаться, в общем, стать такой легальной оппозицией с правоцентрического либерального фланга. Такой партии вечно не хватает Кремлю. Он то хочет ее, то не хочет, никак не может определиться. Но желание остается. Вот появились фигуры, которые теоретически могут быть одобрены. Кстати, вот степень их одобряемости и неодобряемости. Можно будет проверить на выборах московского мэра, в том смысле, будет ли в них участвовать, в конце концов, Дмитрий Гудков. Насколько успешно он будет участвовать. Это будет, скорее всего, такой первый тест для новых лиц этой самой оппозиции. В принципе, конечно, мешает то, что они все равно будут нести на себе шлейф разрешенности. И это проблема с точки зрения поддержки этой партии, этих людей со стороны непримиримых. В оппозициях довольно много. Но, тем не менее, вот эта кавариальность, нелегальная оппозиция у нас не участвует ни в каких выборах. Участвует только легальная. Поэтому, ну, что здесь можно сказать? Пусть попробуют, в конце концов. Здесь ведь еще молодец Андрей Алексеевич Нечаев, который несколько лет назад создал эту партию гражданской инициативы. Все спрашивали него, зачем она, собственно, нужна. А вот... Вот и пригодилось. Вот он был прозорлив. Да, он создал инфраструктуру для других людей. Это большой ум. Андрей Владимирович, ну вы довольно много говорите про Кремль и про решение Кремля в контексте дальнейшей судьбы этой партии. То есть, получается, все зависит от воли Кремля исключительно? Ну, во многом, да. Вот само прохождение в легальном поле этой партии невозможно без того, чтобы кто-то в администрации не помогал проходить это минное поле и не одобрял это прохождение. Но как иначе? Иначе просто выбросят из... Под любым поводом абсолютно сейчас. Это совершенно не проблема в авторитарном режиме. Выбросить любую партию из легального поля. Поэтому очень тяжелая задача. Это просто объективно тяжело. Можно плохо относиться к Собчаку и Гудкову. Хорошо относиться. Это просто объективно тяжелая задача. Остаться в этом поле. Обойти все мины и пробежать между струй. Как когда-то говорили про Анастаса Микояна. Нелегко. Еще неизвестно, что будет в будущем году. Через два года. Непростая у них задача. Объективно непростая. Вы сами упомянули уже не самое лучшее, скажем так, отношение к Ксении Собчак. Рейтинг ведь был ее очень низок, когда были президентские выборы. Вот учитывая эти обстоятельства, есть ли у нее шансы восстановить репутацию и поднять рейтинг? Есть. Если она будет работать... Рейтингская работа. Очень серьезная. Очень тяжелая, потому что у нее большой антирейтинг. Потому что непримиримая оппозиция считает ее рукой Кремля. А теперь еще и на Дмитрия Гудкова, соответственно, это проецируется. Да, на него проецируется уже некоторое время. Там он назад начал проецироваться. Вот эти вот все скандалы и споры с Яшиным. И Навальный подключается. Тень отбрасывается. Но иногда избирателю, в общем, все равно, что там происходит между лидерами оппозиции, лишь бы была возможность высказаться методом голосования. Все-таки среди либеральных и демократических избирателей есть те, которые готовы приходить к Курму. И в этом смысле, если эти люди будут работать интенсивно, искать свою нишу, искать своего избирателя, возможно, они могут оказаться хотя бы относительно успешными и пройдут в Думу. Хотя у меня, честно говоря, еще сильные сомнения, что в Думу их пустят. Опять же, вы говорите «пустят». То есть здесь тоже все зависит от воли где-то там сверху? Ну, во многом, да. Но все-таки мы должны учитывать то, что у нас персоналистский авторитарный режим, который делает все, что угодно с участниками политического процесса. Если они решают, что ну вот, ну хорошо, но Дума будет вяло, неинтересно и скучно, ну и жили с такой Думой и нормально. Почему не оставить ее в таком же состоянии, анимичном? Ну, а если будет принято другое решение, чтобы вот как-то проценты дописывать, чтобы они прошли? Немножечко помогать, может быть, с пиаром, это уже немало, да. Можно, конечно, дописать при желании, но вот я не думаю, что они будут настолько нужны, чтобы им начали дописывать проценты, фальсифицировать их успешность или неуспешность. Вот к тому же есть еще один момент. Решение по ним, оно может меняться. Сначала оно может быть положительным, через год отрицательным, через два года опять положительным. В каком состоянии подойдет даже не столько эта партия, сколько сам Кремль, кто там будет главным манипулятором, от этого зависит очень многое. Ну, в общем, да, для этого надо еще дожить до думских выборов и узнать, что будет. Спасибо. Благодарю вас, Андрей Владимирович, политолог Андрей Колесников. О перспективах партии перемен Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак.